Здравствуйте, друзья! Мы с вами встречаемся сегодня со Светланой Кав. Светлана, я напоминаю для тех, кто не в курсе, американский миграционный адвокат. И у нас сегодня очень короткая встреча, потому что так вот мы на ходу, на бегу. Светлана сегодня была на мероприятии. Вы лучше сами скажите, что за мероприятие. А после того, как вы расскажете, у нас тут вопросов много. Я кое-что успею еще спросить. Это была... Здравствуйте, всем! Это была встреча иммиграционных адвокатов, лицензованных с представителями иммиграционной службы. В частности, это директор Сан-Францискского офиса, где рассматривают заявления на статус беженца и некоторые работники этого офиса. И такие встречи могут быть раз в два-три месяца. И это только для адвокатов иммиграционных, причем для тех, которые состоят в ассоциации американских иммиграционных адвокатов. То есть мы можем приходить на эти встречи, которые заранее... Ну, выбирается дата, когда они будут проходить, и задавать там свои вопросы, конкретные вопросы для клиентов, у которых дела в процессе, или общие вопросы, например, там, какие правила подачи документов, есть ли какие-то изменения, почему что-то происходит так или иначе. То есть это очень такие продуктивные встречи. И вот сегодня утром была одна такая встреча. Что вам такого говорили? Я думаю, что основной вот интерес, который у народа, который нас с вами так хочет послушать, вот с этим вот указом, который то отменили, то не отменили. Наверное, какая-то часть этого все равно будет, как-то довольна, я оттуда ушла, с этого собрания, потому что могу теперь ответить на заданный вами вопрос пару дней назад о том, вот эта квота, про которую говорили, которая для беженцев, да? Да. Которую собираются урезать наполовину, там, со 100 с чем-то тысяч до 50 с чем-то тысяч. Значит, нам повезло, это не относится никак к тем, кто подает на статус беженца в Америке, то есть это только для рефюджист, которые получают статус беженца до приезда в Америку. А те, кто подают на асайлом, они подают абсолютно по той же самой схеме, то есть там те же самые правила, те же самые критерии, но для асайлом вообще не существуют квоты, то есть сколько человек приехало, сколько подало, и просто есть очередь, и все, вообще никак не отражается. Шикарно, я помню был эпизод, когда с Кубы тогда сразу тысяч там 100 народу набежало, и там никакие квоты не могли, так сказать, но они уже были в стране, и так. Да, то есть это новый закон, этот executive order Трампа, он на иммигранта бывшего Советского Союза вообще никак не влияет, то есть даже те, кто подает на статус беженца до приезда в Штаты, на них, кроме как квота, никакого больше нет влияния, то есть это только для людей из семи стран Востока, это никак не относится к бывшему Советскому Союзу. Хорошо, то есть фактически люди, которые нас смотрят, да, или там интересуются этими вопросами из стран бывшего СССР, вот никакой указ, декрет там и все такое, их вообще это никак не касается, хотя есть люди, там у нас парень писал, что он уже и дом продал, он получил статус беженца, и вдруг он, оказывается, ехать не может. Но сейчас я надеюсь, что он уже приехал, поскольку вот отменили это все, но, то есть можно сказать, наплевать забыть, нас не касается, так получается? Нам сказали, что иммигрантов из Советского Союза, бывшего нас не касается, нет. Хорошо, что-то есть вот из того, что произошло, то, что там, может быть, несколько часов там разговаривали, люди вопросы задавали, есть что-то такое, что касается нашей аудитории, вы примерно, как бы, а может быть, даже точно знаете, с кем имеете дело, вот что-то такое есть? Ну, из интересного то, что в Сан-Франциском офисе, знаете, вот спрашивают, какая статистика положительных результатов, да, как бы прохождение с первого раза, вот, последнее время нам все время говорили, средняя статистика по Америке, где-то 40 с чем-то процентов положительный результат. С нами поделились такой статистикой, которая не написана на бумаге, но директор этого офиса сказал, что в прошлом году было 66% положительных результатов в Сан-Франциске. В Сан-Франциске, то есть имеется в виду с иммиграционным офицером? Да, то есть это очень высокий процент. Это две трети, две трети. Да, то есть это то, что может быть интересно нашим клиентам, нашим потенциальным иммигрантам. Вопрос, давайте я сразу тут, значит, вопрос у нас, что меняется для тех, кто договорился на днях со Светланой о дальнейших действиях по политическому убежищу, но находится еще в России. Другими словами, что добавила бы Светлана тем, с кем консультация прошла до собрания адвокатов? Ну, знаете, чем больше справок и всяких материалов, тем лучше. Любят бумажки очень сильно. То есть какие-нибудь медицинские справки, какие-нибудь повестки вица для допроса. Справки о побоях. Ну, как бы в справке почти никогда не написано, что это справка о побоях. То есть справки о любых каких-то медицинских проблемах и какие-нибудь бумажки откуда-то из органов, фотографии, каких-нибудь участий где-то. Письма от свидетелей лучше не брать заранее и брать позже. То есть чем больше бумажек и всяких подтверждений документальных, тем лучше. Понял. То есть бумажка и кейс не испортишь. Можно не вкладывать, в крайнем случае. Ну, побольше. Сейчас стали больше и больше требовать и не хотят быстро принимать решения, если мало бумажек. Хорошо. Это тенденция, это интересно. Какие-то рекомендации к людям, кто уже в процессе ожидания собеседования по политическому убежищу? Ну, какие рекомендации? Что-нибудь новенькое из последних тенденций, из того, что вам там говорили? Вот из интересного сказали, что если отказ и если есть серьезные основания на то, чтобы обжаловать этот отказ, то можно пробовать это сделать, чтобы избежать апелляцию в суде. То есть шанс попросить в индивидуальных случаях, чтобы еще раз вызвали на собеседование или пересмотрели свое решение. С иммиграционным офицером? Да. А раньше не было такого шанса? Ну, как бы, вот, директор сказал, что если, вот, просто кто-то задал этот вопрос, не я. Да. Сказали, что если какие-то есть экстренные на это вот последствия, то можно это просить. Ну, как бы, было раньше, но это не так приветствовалось. То есть, как бы, сейчас об этом сказали, что, в принципе, можно пробовать. Вот. Еще могу сказать насчет ускорения всяких шорт-листов. То есть они сказали, что, в принципе, можете пробовать и что мы стараемся, как бы, принять это к сведению. Другое дело, что неизвестно, сколько будет свободных мест на этом шорт-листе, чтобы быстрее вызвали, потому что мало кто отказывается от своей даты назначенного собеседования, но мы, она сказала, этот директор, что мы довольно серьезно к этому относимся, причем это правило как бы по всей Америке, не только конкретно в Сан-Францисском офисе. Поэтому пробовать ускорять, если кому-то нужно по семейным или медицинским причинам, можно. Можно пробовать. Вот вопрос, который не связан, скажем, с политическим убежищем, но беспокоит очень многих. Какие-то тенденции, вот отрываемся от мероприятия, какие-то тенденции есть, вот отменят грин-карт-лотерею, не отменят, потому что я-то помню, что я пять раз отменял и Палата представителей, но дальше не шло. Вот сейчас уже, когда и Палата представителей, и Сенат, и Президент, вот, может быть, говорят даже что-то, или так, только может быть, личные какие-то... Не говорят, пока что никакой информации по поводу отмены нет. Вы считаете, было бы логично для них, вот для этих людей, было бы логично ее грозно? Я считаю, что им лотерея не мешает, потому что они все равно потом проводят довольно такое интенсивное собеседование, и не все... не факт, что человек получит грин-карту, даже если он выиграл лотерею. Поэтому я думаю, что это более интересное... То есть это выгоднее, чем просто давать кому-то туристическую визу, где тяжелее объяснить, что нужно сделать полностью проверку отпечатков пальцев, там, уголовного прошлого и так далее. То есть, пока что не видно, чтобы тенденция была к тому, чтобы отменить. Хорошо. Вот такой вопросик вам. Михаил, прошу спросить Светлану, по каким адресам и телефонам она реально доступна? Попытки контактировать Светлану по контактам с ее сайта закончились только электронным автосообщением, что Светлана свяжется при первой же возможности. Ну вот, смотрите, то, что при первой возможности, это правда, но так как там не написано, что в течение двух дней или пяти дней или недели, вот, ну, извините, пожалуйста, если вы вот попали в число тех, кто очень долго ждет, ну вот, это немножко проблема. Но получается так, что лучше всего, наверное, и написать, и позвонить к нам в офис, только смс-ки не оставляйте, потому что некоторые люди считают, что нам смс-ка придет. Вот, у нас стационарный телефон, поэтому лучше всего, ну, не нервничайте, не звоните много раз, а просто позвоните, если услышите автоответчик, что это наш офис, оставляйте имя, фамилию, номер телефона и, ну, с какой целью вы звоните, и мы вот все-таки стараемся сейчас несколько раз в день прослушать сообщения, и сейчас у меня немножко больше помощи появилось в офисе, так что мы растем, вот, и мы стараемся, ну, побыстрее отвечать на звонки, то есть если вы обращались пару недель назад или месяц назад, то если заинтересованы с нами работать, попробуйте еще раз тогда. Мой брат находится нелегально в США, ему подвернулась хорошая работа, но нужно постоянно ездить по штатам на автобусе. Вопрос. Слышал, что в последнее время в некоторых штатах проверяют автобусы с пассажирами и гребут нелегалов, не знаю, насколько это правда. Проверяют, если вы близко подъезжаете к мексиканской или канадской границе, то есть это да, правда, если вы будете близко возле границы, а если просто границы с другими странами, то есть если вы между штатами ездите, то никого не проверяют на документы, вот, а то есть можно иметь с собой на всякий случай просто паспорт, на визу не обращают внимания, но если вы будете очень близко, например, в Сан-Диего, где-нибудь там в Нью-Йорке возле Торонто, то могут проверить документы. Понял. Если все же квота на политическое убежище изменится до 50 тысяч, что, скорее всего, так и будет, правда? Ну, вот видите, квоты вообще нет на политическое убежище, я сама была не уверена, то есть догадывалась, что на ассайлум нет квоты, поэтому и очередь выросла, потому что приехало много людей. Вот, но, если честно, это почти не касается людей, которые нас слушают, потому что беженцев не набирается кота, они же близко не приближаются к той коте, которая была, поэтому, в принципе, это не проблема сейчас. Просто здесь, видимо, имелось в виду, я-то это читал как вот рефьюджи, изменится до 50 тысяч, будет ли это влиять на тех, кто подавал раньше? Ну, вот, получается, что никак. Я думаю, что нам вопрос задают те, кто подает на статус беженца на ассайлом, а там вообще нет. Отлично. Если, подав на политическое убежище, отложить дело на неопределенный срок с правом на работу, то есть у человека было право на работу, а он отложил, он как бы пытается протянуть, чтобы у него как можно дольше было право на работу, можно получить H1B, к примеру, или свой бизнес попробовать открыть? Свой бизнес открыть можно, но у вас при этом не поменяется ваш статус иммиграционный. На H1B вы не можете перейти, если вы уже не на F1 или на J-визе, то есть если вы просто, ваш единственный статус это статус ожидания, статуса беженца, вы не можете перейти на H1B визу с этого статуса. О, как? У вас есть легальное право находиться в штатах, но на другой статус вы не можете перейти, вы только можете, например, жениться или выйти замуж и получить документы через брак, или выиграть лотерею, выехать и рисковать тем, выйдете, заедете в обратный или нет. Но внутри страны на H1B нельзя перейти, бизнес можно открывать в любое время. То есть, чтобы перейти на H1B, он должен выехать, а потом вернуться. Аналогичный, очень близкий вопрос. Если честно, скорее всего не дадут H1B, потому что будут думать, что у вас иммиграционные намерения. Хотя H1B сам по себе, он статус этот подразумевает, что у вас может быть двойное намерение, как бы dual intent. Но если вы уже подавали на беженца, и потом вы выехали и пытаетесь получить за границей H1B, скорее всего откажут. Поэтому лучше забыть про H1B, если вы уже подали на статус успешно. Аналогичная история, говорят, вот я приеду и подам на политику, а тут я выиграю лотерею грин-карт. Вот у нас, кстати, у меня знакомый один с ним, недавно такое произошло. Он приехал, подал на политику и выиграл таки грин-карту. И как-то попал даже на интервью куда-то ходил, и вот тут прогнали. И говорят, вообще уезжай отсюда, нафиг. Слили с грин-карты. Но получается такая история, это правда? То есть он фактически не может перейти, не может сделать аджасментов, статус на вот эту свою грин-карт лотерею, он должен выехать из страны. Правильно. Но если человек выиграл лотерею и, допустим, хочет закрыть свой запрос на статус беженца и пытаться пройти за пределами Америки собеседование, то у него больше шансов это сделать, чем получить H1B. Нет, H1B в данном случае не так важно, но человек... Я имею в виду, что если мы сравниваем ситуацию, где человек ждет статус беженца, в одном случае он получил H1B и нужно просто как бы перейти на него, а другой вариант выиграл лотерею, то если человек закрывает запрос на статус беженца, выезжает, шансы получить H1B практически нулевые, а шансы получить грин-карт по лотереи гораздо выше. Все равно есть риск, что не... Но маленькие. Гораздо выше на маленькие или гораздо выше на... Зависит от того, когда подал на беженство и по какой линии была история уже подана или нет, и надо закрыть сначала заявку. То есть будет зависеть от ситуации конкретной, что потом спросят на собеседование, почему подавали, что поменялось. Если радикально все поменялось, уже не боится, допустим, не знаю, там, поменял беженец, это было по вере. То есть это будет зависеть от конкретного случая. Хорошо. У дочери закончился срок действия за грамм паспорта. Как может отразиться обращение в посольстве Украины, она, видимо, с Украины, за выдачу нового паспорта при интервью на политическое убежище? Повлияют ли новые правила и требования к кейсу на политику на трудность ведения такого дела и, как следствие, на возрастание стоимости услуг иммиграционного адвоката? Вот тут, я бы сказал, это два вопроса. Давайте мы с первым. Если человек в подаче, он приходит, и тут выясняется в силу каких-то причин, что человек недавно свой паспорт, значит, там, освежил по срокам. Это какой-то минус у него? Никакого минуса, никакого плюса. У человека должен быть какой-то действующий паспорт. И так как нет больше других гражданств, поэтому без вариантов и нужно обращаться в посольство той страны, откуда прибыл, и получать паспорт, и не переживать за это. Второй вопрос. На сегодня есть какие-то усложнения процессуальные, которые делают более сложным обработку кейса и неминуемо ведут к увеличению стоимости? Нет. 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 Ничего не поменяется. То есть, если стоимость будет расти, то от того, что адвокатов мало, а, допустим, поток растет. Да. Из-за того, чтобы получить новый паспорт, ничего не поменяется. Наоборот, я летом говорю, чтобы они это сделали, причем пораньше, потому что может занять полгода, пока этот паспорт оформлен. Был по work and travel 10 лет назад. Немного накосячил. Был суд. Дали 120 долларов штраф. То есть, незначительное нарушение. Будет ли это проблемой при подаче на убежище? Или, допустим, если я захочу зажениться, жениться на гражданка США при подаче на визу жениха? Нужно посмотреть на бумаги, да, которые там, по какой статье и за что было это обвинение. Скорее всего, если штраф был на 120 долларов, то, не зная никаких фактов, скорее всего, это была такая мелкая кража какая-нибудь, там случайно чего-то вынес из магазина, если статья, по которой обвинили, не предразумевает заключение на год или больше, то, скорее всего, это называется ПТТФ, то есть, такая мелкая кража, скорее всего, это было такое. И заодно такое нарушение прощается. То есть, это считается исключением и не должно быть проблем. Но нужно видеть конкретно ваши документы, что было. Я гражданин Российской Федерации, моя жена и ребенок тоже, но у них есть еще гражданство одной из стран ЕС. Если я подам кейс и получу политическое убежище, они смогут тоже его получить или им откажут на основании того, что у них есть куда ехать, кроме РФ? Если мы смотрим на основного заявителя, то есть, если у основного заявителя только одно гражданство, это очень хорошо. Если основной заявитель получает документы, то члены семьи, то есть, жена и дети, неженатые до 21 года, получают как бы автоматически. То есть, нужно какие-то документы заполнить специально, если они находятся за пределами Америки. Но то, что у них есть дополнительные гражданства, не повлияет потом на их воссоединение. Но эти вопросы могут как бы всплыть, и надо будет на них отвечать во время собеседования. То есть, могут задавать вопросы, почему вы не едете туда, где есть гражданство у вашей жены, и нужно просто иметь объяснение, почему вы там не просите статус беженца. Но если вы уже получите статус, то жена и дети тоже с вами получат этот статус. Тут вот есть похожий очень вопрос. Подтвердите или опровергните, пожалуйста, такой момент, что при подаче на политическое убежище по новым правилам, я не знаю, какие там новые, нужно будет обосновать, почему вы просите предоставить его именно в США. Например, человек с Украины преследуется режимом и властью этой страны. Ему говорят, окей, поезжай в Российскую Федерацию. А человеку из Российской Федерации преследуемый режимом и власти, ему говорят, поезжай в Украину или куда еще. Вот пока нет такого, да? Если честно, я не совсем поняла этот вопрос, то есть как я его поняла, человек имеет украинское гражданство с Украины, его спросят, почему вы просите статус беженца в Америке, а не в России. Допустим, он пророссийски настроенный и ему в Америке не скажут, а что тебе в Россию-то не поехать, что ты к нам-то? Ну его могут спросить, но нужно правильно его подготовить, чтобы он ответил, почему он это сделать не может. В принципе, если у него только одно гражданство украинское, то почему вдруг ему дадут гражданство в России? То есть, его точно так же будут преследовать в России за то, что он украинский гражданин. Поэтому, скорее всего, это можно просто объяснить. Ну, в принципе, могут спросить, а что к нам-то, да? Почему во Францию не поехал? Могут, но просто это очень легко будет объяснить, почему так не сделал. Окей, то есть это не большая проблема, это просто легко объясняется. Хорошо. Родители 50 и 59 лет. Их ребенок, более 21 года, ребеночек. Так. Рациональнее приезжать в США вместе и подаваться одним кейсом, вопрос, или отдельными, учитывая, что о политической и волонтерской деятельности ребенка родители намеренно мало осведомлены. Я думаю, что здесь дело не в осведомленности, а просто возрастного. Вот если их трое и все три взрослые, но эти муж и жена, а тут ребенок как бы взрослый человек, им надо больше одного кейса или они могут идти одним кейсом? Если ребенок старше 21 года, не могут идти одним кейсом. Даже если бы они очень хотели, не могут. Но если у них похожие факты, которые пересекаются, то есть, они тогда, каждый укрепляет дело другого. Поэтому лучше, конечно, приехать в одно время и подавать примерно одновременно. А если у них нет каких-то там таких фактов? То есть, они готовы вообще три кейса подать. Но я понимаю, что родителям достаточно одного на двоих. То есть, с точки зрения приехать. Вот родители подают вместе и ребенок. Лучше приехать в одно время, но подавать нужно все равно отдельно. Потому что нет вариантов добавить их в ребенка, так как уже старше 21 года. А желательно, чтобы факты пересекались. Если они абсолютно разные, то будет очень много сомнений по поводу того, что кто-то из них не совсем правду говорит. Но это нужно все равно, наверное, работать над индивидуальной историей, смотреть реально, какие у них факторы. Может быть, у них на самом деле абсолютно разные вещи. Например, ребенок, скажем, принадлежит сексуальному меньшинству, а родители активные баптисты или в политической деятельности как-то участвовали и преследуют и тех, и других. Но нужно смотреть конкретно, что у них, почему, по какой линии хотят подавать. Мы были на исайлом интервью в июне 2016. Результат обычно отправляют по почте через две недели. А мы так и не получили письмо с результатом интервью. Хотел спросить, это из-за смены президента и миграция временно перестали отправлять результаты? Смотрите, ну, через две недели не отправляют по почте, через две недели всегда люди приходят физически за решение. И когда вы пришли через две недели, вам сказали, ответ не готов. Скорее всего, это было по причине того, что офицер иммиграционный просто был занят или, может быть, вас попросили добавить еще какую-то информацию. Вот. Вы можете делать запрос, такой inquiry раз в три месяца по поводу того, в каком состоянии находятся ваши документы. Но бывает такое, что и полгода, и год нет ответа по какой-то причине. Вот. Бывает еще причина того, что просто ушел с работы тот человек, который проводил у вас собеседование, его дела просто лежат, и никто другой на них не посмотрел. Поэтому нужно, если был адвокат, чтобы адвокат сделал запрос. Обычно раз в неделю есть такие открытые часы приема по два часа, например, в Сан-Франциско, там, в понедельник с 12 до 2, скажем. Люди могут прийти, они могут спросить, что там насчет моего дела, то есть заполнить такую бумажку и спросить. Нет такого, что папка там за шкаф провалилась, ее теперь не найти. Желает такое. То есть, можно поэтому и себе напомнить. Бесхолдингов римовал. Мы с вами делали сюжет, кстати, на эту тему как-то. В случае отказа по беженству. Особенно интересуют его критерии. Потому что среди некоторых блогеров имеется мнение, что этот статус раздают всем подряд, кому отказали в убежище. Я еще тогда от себя добавлю, потому что я слышал у этого человека, что почему этот человек не хочет идти на бесхолдингов римовал, какие-то осложнения. Он говорит, потому что в это время, пока они будут решать, надо сидеть в тюрьме в иммиграционной, а не просто дома, где человек обычно живет. Это правда все вот это? Последнюю часть, если честно, я как бы потеряла. То есть, вы сказали, что статус раздают почти всем и нужно сидеть в иммиграционной тюрьме. Нет, нет, нет. Вопрос первый. Правда ли, что, значит, некоторые блогеры говорят, что весхолдингов римовал раздают всем подряд, кому отказали в убежище. Что так легко? Раз и взял. Ну, конечно, неправда. Но, если честно, весхолдингов римовал это не самый лучший вариант. То есть, весхолдингов римовал это как бы последний такой шанс остаться легально, и с него нельзя получить грин-карту и гражданство, и нельзя выезжать за границу. То есть, это хорошо для кого-то, кто, скажем, решил для себя, что все, остаюсь жить в Америке, никуда обратно не собираясь выезжать, поездки за границу не нужны, воссоединять родственников тоже не надо. Вот просто нужно остаться легально и право на работу иметь. Буду жить, как все американцы так практически. Да, но, если честно, это не хороший вариант, и его не дают всем. То есть, есть как бы свои особенности. На весхолдинг подают иногда люди, которые не могут объяснить, почему они поздно подали. Если у них есть проблемы, из-за которых их будут преследовать в их стране, но нет особой привязанности конкретно к религии, национальности или политике, просто вот были проблемы серьезные. То есть, немножко там есть более ужесточенные критерии. То есть, нужно доказать больше проблем, чем если подаешь на статус беженца, но это подходит тем, кто просрочил подачу и кто не мог доказать конкретную связь с политикой, национальностью и религией. И потом очень тяжело обжаловать, например, если бы принял этот статус, вот предложил его судья или там высший как бы стоящий какой-то суд. Потом очень тяжело поменять, уйти обратно на статус беженца как-то вот. То есть, возможно. То есть, я понял, тяжело, но можно. Да. Но не дают его всем подряд, его тоже нелегко получить. Все-таки. Значит, если человек, так сложились обстоятельства, что деваться ему некуда, он берет висхолдингов ремол. Дожидаться решения по висхолдингу. Он должен в иммиграционной тюрьме или он так же дома живет, как и... Потому что, если вдруг чего, и враться депортировали. А почему он должен находиться в иммиграционной тюрьме? То есть, скорее всего, его уже выпустили на этот момент. Да. Нет, ну вот он, допустим, подал на политику, ему отказали. Офицер отказал, он в суд, потом снова в суд, потом снова в суд. Уже последний раз, когда можно в суд и все дела, вот ему говорят, все, давай-ка ты родной. Уезжай отсюда. Он подает на висхолдингов ремол и дожидается в иммиграционной тюрьме, вот такую версию я слышал, чтобы если ему откажут, то его и депортируют. Мисс концепция, если он не был в иммиграционной тюрьме в самом начале, вот в самом-самом начале и по какой-то причине его за такой залог, за бонд не выпустили, то есть это должны быть люди, у которых серьезные какие-то нарушения уголовные, кто сидит и кого не выпускает из тюрьмы. Обычно, как подал на статус беженца, выпускают из тюрьмы под какой-то залог. Вот, поэтому и на висхолдингов ремол не подают после того, как отказали в статусе беженца. Висхолдингов ремол – это просто автоматически один из вариантов, который идет в самом первом заявлении на статус беженца. То есть это как запасной вариант, который рассматривают, между прочим, если не дали асайл. То есть в суде, судья рассматривает сразу три вещи. Первым делом асайл, потому что это самый лучший вариант. Если нет, смотрит, подходит ли человек под висхолдинг или под такую штуку, называется Convention Against Torture. То есть это как бы тоже похожий статус с висхолдингов ремовал. Это если человек доказывает, что будет издеваться над ним или над ней в их стране. Поэтому на это отдельно не подают, и никто в тюрьме не сидит при этом. Только довольно такие серьезные преступники сидят в тюрьме. Значит, давайте мы еще раз вернемся к вопросу об острове Гуам, потому что эта тема, она не только остается на плаву, но там она обрастает подробностями. Получается, что можно приехать туда без визы США, а уже там как бы подать на политическое убежище в США. А уже дальше, уже можно там как-то вот вообще, ну уже полный марафет, так сказать. Вот все-таки есть какое-то очень важное знание, без которого нельзя этого делать. То есть, чтобы ты должен понимать, в какую проблему он при этом влетает. Ну да, то есть условия жизни на Гуаме не самые лучшие, и они могут быть хуже, чем сидеть и ждать получения визы в своей стране. Поэтому, если человек, есть мисконцепция. Это правда, что вы можете приехать на Гуам без визы, подать на статус беженца, но сидеть на Гуаме и ждать, пока приедет офицер и проведет вам интервью на Гуаме. Вы не имеете права передвижения по 50 штатам Америки при этом. Но все-таки, значит, есть какой-то плюс. Плюс состоит в том, что он может подать на статус беженца. Скажем, живя в Москве, он не может пойти и подать на статус беженца. Все-таки на Гуаме он может подать. Если ему откажут, так его, глядишь, и депортируют. Или он может в суд обратиться. Суд может обратиться. А в суд какого штата, я извиняюсь? Там же. На Гуаме. То есть там есть иммиграционный суд. То есть он просто должен находиться, вот я понял. То есть неудобствует... В принципе, Гуам сейчас относится к Лос-Анджелесскому офису. То есть там очередь почти 6 лет. То есть будете сидеть на Гуаме все это время. 6 лет до разговора с офицером. Да. И при этом там с работой непонятно что. Работа с преступностью вообще, как бы с условиями жизни. То есть я думаю, что в своей стране как-то лучше, чем на Гуаме. Ну да, но в своей стране просто вы не можете подать на убежище. А, вы можете даже просто визу получить американскую в этом смысле. Хорошо. То есть получается так, что проще как-то умудриться получить американскую визу у себя в стране, чтобы уже попасть в США и оттуда подавать. Вот, кстати, есть несколько вопросов про моряков, которые там путешествуют. То есть у них такая транзитная виза американская. То есть это не важно, как он попал на территорию. Вы знаете, что вот сейчас тоже мы обсуждали этот вопрос с другими адвокатами и там с всякими государственными представителями. Вот этот вопрос спорный и может быть проблема с юрисдикцией и может дело попасть сразу к иммиграционному суде. Поэтому, если честно, лучше, чтобы моряки получили туристическую визу. И даже если у них две визы в паспорте, чтобы они на контроле сказали, что они как туристы едут и заехали именно с туристической визой. То есть не безобидно быть моряком, грубо говоря. То есть вот этой визы, с которой они заезжают. Потому что есть привилегии у моряков, поэтому это не очень здесь как бы любят. Поэтому, если честно, лучше нелегалом заехать, чем по визе моряка. То есть прыгнуть с борта и там подплыть уже. Ну лучше, вот я не видела проблем у моряков бывших, чтобы получить туристическую визу. Обычно им охотно ее дают, поэтому я бы лучше так сделала. Последний вопрос с мексиканскими делами. Знакомый попросил политическое убежище на границе Мексики и США. Сейчас находится в иммиграционном центре в Аделанто. Это я даже не знаю. Это у нас тут такое, да? Аделанто. Что такое? Я не слышу, какое. Аделанто. Находится в иммиграционном центре. Аделанто. Я не знаю. Прошел первое положительное интервью с офицером. У него есть гражданин США, который согласился выступить в роли спонсора. Это важно вообще? Ладно, ну хорошо. Чтобы его выпустили из иммиграционного центра до суда на пароль. Спонсор отправил документы в иммиграционный центр, потом звонил туда. И ему сказали, что документы заполнены правильно и ждите рассмотрения. Но на днях им объявили, что пароль больше никому выдавать не будут. Есть ли какая-то информация по этому вопросу? По вопросу, какие документы? Что пароль больше не дают. Вот не выпускают из иммиграционной тюрьмы, пока там суть доделана. Скорее всего, этот человек находится в Аделанто. Это в Калифорнии есть такой центр. Аделанто называется. Просто можно просить несколько раз, чтобы выпустили. И просто есть определенные факторы, по которым выпускают и ставят сумму, которую нужно заплатить. То есть это просто зависит от того, какие документы человек приставил и какие были нарушения, кроме того, что он просто перешел границу, допустим. То есть можно несколько раз просить, чтобы выпустили. И даже, например, смотрите, можно, если решение суди было, окей, не выпускаю, тогда даже не говорилось ничего о стоимости, которую нужно заплатить. А если сказал выпущу, только вот при такой-то стоимости, то есть можно обжаловать и сумму выкупа, и отказ или не отказ. То есть можно еще раз делать запрос. Понятно. Ну хорошо, Светлана, спасибо большое. Я понимаю, что вы так сегодня натрудились уже как следует его. И у нас тоже сейчас онлайн-урок начнется с этого компьютера через 10 минут. Поэтому давайте мы с вами попрощаемся. Спасибо большое. И у нас вопросов всегда много. Так что как времечко будет, значит, давайте к нам снова. Хорошо? Да. Давайте так. Всем. Хорошего вечера. Всем спасибо. Всех благ. До свидания. До свидания. Счастливо.